Перевернутый класс Я рассматриваю его не только как инновационный метод, в котором мы меняем местами классную и домашнюю работу, но и как метафору, которая означает перевернутый обучение или перевернутый подход к обучению. Что это значит? Это некоторая игра со словами. Мы берем наш обыкновенный традиционный класс, берем нашего учителя вместе с учениками, учебником, рабочими тетрадями, оцениванием дисциплины и все переворачиваем с ног на голову. То есть это такой подход к обучению, действие в котором происходит от обратного. От обратного это значит от того, что мы сейчас в данный момент делаем. Однако, конечно же, это очень звучит весело и легко на словах и очень трудно реализовать в нашей действительной школьной реальности, в школьной практике. Потому что перевернутый класс и перевернутое отношение к обучению, оно должно в первую очередь произойти здесь. Оно должно произойти в нашем сознании, в нашей голове. И в течение нашего курса достаточно большое внимание будет уделено именно этому. Именно этому процессу, в ходе которого у вас будет изменяться отношение к обучению и изменение, как вследствие изменения своего подхода к обучению. Почему речь пойдет о сценариях? Перевернутый класс, если мы рассматриваем его в метафорическом смысле, можно реализовать в учебной работе многими путями, а не только путем перестановки классной и домашней работы. Более того, от простой механической перестановки, скорее всего, вряд ли что изменится в учебном процессе. И вряд ли наши ученики будут просматривать дома учебные видео, особенно если несколько учителей будут задавать его в качестве домашнего задания. Перевернутый подход к обучению требует времени, и этот процесс не настраивается за один день. И ничего в нашем учебном процессе не изменится за один урок. И в силу тут, в силу, когда мы начинаем переворачивать наше обучение, здесь в силу вступают такие факторы, как доверительные отношения, самоответственность. И я бы добавила даже такое слово, как свобода. Выборен в движениях, в передвижениях, в действиях. И именно поэтому мы нуждаемся в различных сценариях, которые постепенно бы парфюровали, формировали бы в учениках привычку к самостоятельному исследованию, к самостоятельному изучению, к совместной работе и к умению решать проблемы. Вот именно этой работой мы будем заниматься в течение нашего курса. Поэтому добро пожаловать! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!